Да, спасибо. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой сердца приступаем с вами к нашим занятиям Торы, изучению, постижению ее глубин. И я сегодня с вами планировал сделать необычный ход. Мы обычно не берем с вами недельную главу, и вообще главы из Торы как-то мне брали, брали глобальные проблемы. Я сегодня хотел взять и недельную главу, и через нее посмотреть некоторые глобальные проблемы, а также мы с вами изучали Беркия Вод, и я эту тему по учению отцов, я эту тему также хотел связать с нашей общей темой. Скажем, тему можно назвать «Идельная глава к души. Святы будьте, потому что я свят», говорит Бог Всевышний, обращаясь к нам. И нам нужно понять, что такое святость, и нам нужно понять, при чем здесь святость Бога. В скобках сразу замечу, что главная проблема – это внутренний мир человека. Я много говорил об этом, пытался говорить как-то, что не только действия, которые мы выполняем, не только заповеди, которые мы соблюдаем, они являются нашей целью, но и преобразование внутреннего мира человека. То есть, если взять такой, скажем, более-менее абстратный пример, что человек делает хорошие дела. Он даже помогает кому-то, потому что он считает так нужным, или потому что он считает это правильным или полезным, но он ненавидит того человека, которому он помогает. Нужна ли такая помощь? Нужен, но является ли это каким-то идеалом Торы? Можем легко сказать с вами, что нет, что внутренний мир человека обязательно должен быть связан с его действиями, и как действиями, мы хотим, чтобы они были правильными и благородными, и, если попросту говоря, представляли собой заповеди Торы действий человека, то также мы хотим, чтобы внутренний мир человека, если бы даже не был совершенным, но, по крайней мере, был бы устремлен и направлен к добру. И это мы с вами сможем посмотреть, насколько я представляю себе, сможем посмотреть через главу Дашим. И, скажем, давайте возьмем эту... Вот у меня написано, что организатор отключил демонстрацию экрана, мы, как всегда, попросим Натана, чтобы он все-таки дал... Сейчас я, я не сделал этого... Отлично, все, отлично. Ко-хост, все. Ко-начальник. Есть. Ко-начальник. Вот. Теперь я нажимаю, да, и стараюсь с вами вместе попасть туда, куда нам нужно одну секунду. Похоже, что мы на правильном пути. Одну секунду. Вот мы с вами открываем девятнадцатую главу Торы, главы книги Ваекра. И мы здесь видим с вами, и говорил Бог Маше так, да, говори всей общине сыновей Израиля. Да? И это введение само к себе очень странное и очень поучительное для нас. Как правило, как говорит нам книга Турат-Тараним, комментарий на Ваекра эпохи Танаев, он нам говорит, что, как правило, Маше обращался сначала к Аарону, потом к его сынабьям, потом к старейшинам. И только потом ко всему народу. Видимо, раскрывались разные уровни Торы. Одно для Аарона, другое для его сыновей, третье для старейшин. И, наконец, для народа какой-то другой уровень Торы. А возможно, что Маше предносил одни и те же слова, но нагружались они автоматически разным смыслом. И то, и другое может быть. А здесь мы с вами видим, что обращение ко всей общине Израиля. И мы понимаем, что это не случайно, потому что требование быть святым, мы никак не ожидали, что это требование будет обращено каждому человеку. Но оно обращено каждому человеку. И как бы на одном и том же уровне мы не можем выделить Аарона, его сыновей, или сегодня там тех, кто являются кагенами, тех, кто являются левитами. Мы их выделим, поставим отдельно на более высокий духовный уровень, а потом уже всех сыновей Израиля. Нет! Требование быть святым, оно одно и то же, на одном и том же уровне обращено каждому человеку. И, естественно, что нам нужно было бы представить себе, что такое святость. Часто говорят, что святость – это отделенность, выделенность. Отделенность от чего-то, отделенность для чего-то. Это все правильно. Это все правильно. Святое – это отделенный, выделенный, посвященный, может быть, если говорить о языке. Но нужно сказать, нужно сказать, с вами мы можем представить вещь очень важную с вами, да, что святость определяет цель. Какова бы ни была она, эта цель, мы еще можем говорить о том, какая это цель. Но когда нам говорит свято, мы уже понимаем, что это цель. Святое нельзя использовать в будничных целях. Святое, по крайней мере, как идея, не всегда это, скажем, является преступлением историй. Здесь нужно вводить какие-то градации, но это неважно. Идея святого, она не может быть использована в будущих целях. Использование святого в будничных целях является преступлением. Святое – это цель, это самоцель, это то, к чему следует стремиться. И из этой главы мы с вами постараемся понять, надеюсь, довольно четко, значит, о чем идет речь. Что является целью? Ибо святая Бог ваш – еще одна проблема, скажем, или неожиданность, а человеку требуется быть святым, потому что Всевышний святой. Значит, есть какое-то подобие в том требовании святости, в той святости, которая требуется от меня, подобие святости Всевышнего. И комментарий нам говорит такой момент, скажем, праджик Тарапкова. Он нам говорит, что я милостив, и вы будьте милостивы. То есть придерживайся путей Всевышнего, так как он проявляется в мире, и это та святость, которой ты, та ступень святости, которой ты можешь добиться. Это очень хорошо. Здесь мы должны заметить с вами, что от нас не требуется придерживаться меры суда Всевышнего, а меры милости Всевышнего. Суд для нас является какой-то необходимостью. Суд, кого-то судить надо, необходимость мы не ищем этого суда, мы не стремимся к нему, мы не прикреплены сердцем к этому суду, он не является тем, чего бы мы хотели, чего бы мы желали. И наша задача, наша заповедь, и будем надеяться, что наша естественная склонность – это склонность к милости. Если Всевышний проявляет строгий суд, то мы не можем, то есть от нас не требуется идти в эту сторону. Почему, можно сказать, одна из причин, то, что милость у Всевышнего является целью. Милостью сотворен мир. Ради милости сотворен мир. Суд – это средство. Это порядок, это добиться справедливости, это исправление самого человека, который не может получить настоящую милость, если он оказывается недостойным, оказывается несовершенным, и суд работает как инструмент, но он не является целью. И поэтому мы понимаем Турат Каганим, который нам говорит, что нужно стремиться к милости. Как я милостив, так и ты будь милостив. Ну, Бог же судья, мы скажем, да? Но теперь мы понимаем, что милость – это цель, и стремиться нужно к милости. Тем более, что суд Всевышнего для нас не всегда оказывается понятен. И мы можем с вами привести простой пример. Упаси Бог. Человек упал, сломал ногу. И вот ты подходишь к нему. Что ты спрашиваешь? Ты спрашиваешь, чем тебе помочь? Сам помогаешь ему? Чем ты можешь помочь ему? Поднять его? Довести до ближайшего пункта, где ему могут оказать помощь, если ты умеешь сам оказать ему первую помощь от того, что ты делаешь? Но ты не говоришь ему. Ты сам виноват, что ты упал. Потому что в мире не бывает ничего случайного. Есть справедливый суд Всевышнего. И то, что ты упал – это закономерность. Давай, я тебе помогу, но ты сам виноват. Это в подобном случае прямой запрет Торы. И мы тогда начинаем понимать немножко, что эту посылку Турат Коганим. Что значит «я милостив, и ты будь милостив». Мы стремимся к милости по нескольким причинам. Милостью сотворена мир. Суд является средством. И нам не всегда понятен суд Всевышнего, поэтому мы не можем становиться в роль судьи, принимать на себя роль судьи. На мой взгляд, это очень важный момент. При том, что мы всегда помним, что на одной милости мир не может быть построен. Мы много раз с вами об этом говорили. Обязательно должна присутствовать справедливость. Обязательно должен быть суд. Но еще раз. И суд, и справедливость в нем, и любое наказание, которое выносит суд – это средство. Это не цель. Это средство, и это не цель. Об этом мы должны помнить. Мы должны, если так можно сказать, находиться вот в этом состоянии, что милость является целью. И в этом, в нашем самом по себе состоянии, стремление к милости, понимание того, что мир создан милостью, мир создан для милости, мир создан для блага. В этом самом состоянии, да, и уже есть святость или стремление к святости, или подобие той святости, которая у Всевышнего, потому что, что нам говорят? Ма, ани, рахум, каков я? Я милостив, да, рахум – это милость, да, рахум – это родительская милость, да, ко всем своим творениям. Творение, афатати, я рахум, так же и ты будь милостив в душе прежде всего, прежде всего в душе. И, скажем, мне кажется, что вот этот момент, он не всегда правильно понимается, да, и как все моменты, связанные с внутренним состоянием человека, легче говорить о действиях, о заповедях, что я должен сделать, как эта заповедь должна быть произведена. И каждый раз, когда я встречаюсь с каким-то словом, с какой-то посылкой в тексте или в комментарии, я это поворачиваю на действие. И слово «рахум» из того же комментария «Тураканин», я слышу, как помогать другим. Но нет, слово само по себе говорит, я милостив, я стремлюсь к добру, да, я сочувствую, сочувствую любому, кто, не дай бог, кто пострадал, я хочу помочь, я хочу, чтобы человеку было хорошо. Это и есть рахум, и это и есть святость. Я глубоко убежден, что этот момент очень важный, как и все моменты, относящиеся к нашему духовному состоянию. Мы упираемся в действие, это очень хорошо, но наше духовное состояние, оно определяет наше поведение и в тех областях, которые не описаны конкретно заповедями. И характер исполнения заповедей, которые мы исполняем, наше внутреннее состояние, придает другой совершенно характер. И как бы, скажем, можно сказать, бессмысленно, можно сказать, неправильно, можно подобрать какое-то другое слово, да, но исполнять заповеди, имея жестокость в душе, только потому, что так надо, только потому, что так приказано, только потому, что я боюсь Всевышнего, я исполняю эти заповеди. Это, в общем, что-то неправильное. Книга Зоор сказала бы нам в таком случае, мы, правда, не устанавливаем голову по книге Зоор, но книга Зоор нам сказала, что это вообще не заповедь, когда человек ее исполняет с таким состоянием. Это, на мой взгляд, это очень-очень-очень важно, да, воспитывать в себе милость, настоящую милость, наблюдая за миром, присматриваясь к нему, если так можно сказать, как бы отрабатывая свои реакции, помня о том, что есть злодейство, с которым надо бороться, есть то, что требует суда, применение меры суда, и так применение силы, иногда нужно защищать себя, все это правильно, но помнить о том, что цель сотворения мира и цель моего передвожения по жизни – это привнесение добра. Добра. И сделаем несколько шагов еще, сделаем еще несколько шагов по главе, да, и убедимся с вами, что эта глава говорит о, в основном, о внутреннем состоянии человека, о тех заповедях, которые относятся к внутреннему миру человека, да. Вот, говорится, всякие матери своей и отца своего страшитесь, трепещите, можем сказать, да, вот, и понятно, что требует это внутреннее состояние, да. Нам потом скажут, и это тоже нас вводит в такую своеобразную ошибку, как будто это, как будто это все, это весь круг, который очерчивает этот заповед, тот же Тарат Каганин, нам скажут, что такое трепетать перед матерью, что такое трепетать перед отцом. Это не возражать им, это не садиться на их место, если есть определенное установленное место в доме у отца или у матери, да, не возражать им на людях, да, ни в коем случае не перечить им, не называть отца, не называть отца по имени при других людях, да. Вот, это трепетать. Но это же не все, это только очерчен самый, самый, самый внешний круг, да, самый внешний круг понятия трепет, а понятие трепет, оно гораздо глубже, да, понятие трепет гораздо глубже. Трепет – это бояться сделать что-то неправильно из уважения к человеку, из-за того, чтобы его не огорчить. Сделал что-то, сделал что-то неправильно, сделал что-то, то, что огорчает матери отца, человек переживает. Так вот, он заранее боится сделать что-то неправильно, чтобы не огорчить их, это и есть трепет, да. И на самом деле, еще больше, как бы, трепет, он еще глубже, трепет – это, да, вот, как бы, очень глубокое чувство. Значит, мы видим, да, что на самом деле эта голова еще раз, она обращается, так сказать, к нашему внутреннему миру, или обращается к нам, чтобы мы подумали о своем внутреннем мире. Я не буду выдаваться во все подробности, это не наша цель, да, как мне представляется. Если вы потом захотите что-то спросить, подочните, пожалуйста. Да. Не дальше, следующая заповедь нам говорит в этой главе – не обращайтесь к идолам, да. Вот, и божеств литых не делайте себе. Здесь есть неожиданная связь между этими двумя моментами, почему не обращайтесь к идолам и именно литых божеств не делайте себе. Давайте мы сначала посмотрим, что такое не обращайтесь к идолам. Не обращайтесь к идолам – это не размышляйте о них. Не вдавайтесь в подробности. Не, а главное, как Тора говорит нам в другом месте, не исследуйте, как народы служили этим идолам. А вот давай я посмотрю, что они делали идолам, и я то же самое буду делать Всевышнему. Это полный запрет Тор. Но главное то, что нас интересует, что Тора нам здесь не дает запрет идолобоклонства, да, пусть не будет у тебя богов других. Она нам говорит – не размышляй, да, не размышляй об Итоле. А что плохого? А мы знаем, что у нас нет конкретного запрета, вот там, скажем, греческая мифология, вот Меркурий, да, и у нас в Гемаре есть там целый ряд посылок. Так, а если я почитаю греческую мифологию для того, чтобы представить себе древний мир, да, вот, может быть, может быть, это допустимо, да, но есть тонкая грань, да. Когда я начинаю углубляться в этот момент, да, когда я начинаю углубляться в этот момент, это влияет на мою душу, да. Есть греческая мифология, да, ну, хорошо, да, хорошо. Есть, скажем, восточные там, восточные разные моменты, связанные с идолопоклонством. Йога там на уровне, когда это связано с идолопоклонством, она разбирает какие-то вещи, касающиеся внутреннего мира человека и так далее, да. И вот я начну это научить, это отвратительно, это портит душу, это портит душу, да. Одно дело там, я, скажем, посмотрел это, как это делается бездорогие, название этих пост там, да, какой-то, но когда я начинаю углубляться, это портит душу, да. И вот этот вот тонкий момент, да, опять же, относящийся к внутреннему миру, он здесь отражен. Не обращайтесь к идолу, да, не обращайтесь к идолу. И это важно, это важно. Не занимайся этим идолопоклонством, не лезь в него, не углубляйся. Да, в Гемаре, когда мы с вами говорили о, в Ярушауме, да, когда мы с вами говорили об Ильи Шибановуе и разбирали причины, почему он ошибся, когда четверо поднялись в Пардес, да, почему он ошибся в Ярушауме, дается такая причина, да. Это книги, книги греческой философии, да, когда он вставал в Дейдмитраж и падали у него из-за пазухи, да. И почему из-за пазухи? Потому что он слишком близко принимал это к сердцу. Потому что он слишком серьезно относился к этому. Потому что это он носил всегда с собой. И здесь тонкая грань между познакомиться с мифологией, с греческой мифологией, то, что мне нужно для работы, для образного описания, для понимания того, что написано в Гемаре, да. И привязанности, привязанности психологической к этим образам, идолам, это тонкая грань, когда нарушается, нарушается запрет, не обращайся к идолам, да, потому что это наносит ущерб твоей святости. Какой святости? Твоему внутреннему состоянию. Будь свят, это храни свое внутреннее состояние. Не дай своей душе оскверниться, да. Пусть она сохраняет чистоту, да. Или, иными словами, ты сохраняешь чистоту представлений о мире. И возвращаясь к тому, с чему мы с вами, с то, с чего мы начали с вами, да, что святость – это цель, да. По простому пониманию, как бы, так, что ее, то, что свято, нельзя использовать для чего-то. Оно свято, оно является целью, да. Мы можем с вами понять вот это переплетение, как бы, эту внутреннюю структуру главы, которая нам говорит. Твое внутреннее состояние, чистота, в основе которой лежит настоящая доброта, подобное Всевышнему, устремление к доброте, которое есть у Всевышнего, это и есть цель, это и есть ты, да. У тебя могут быть ошибки в твоих действиях, не дай бог, да. Но если у тебя есть такое внутреннее состояние, само по себе, да, то вероятность того, что ты совершишь ошибку, оно гораздо меньше, да, минимально просто, да. Вот, теперь, божеств литых не делаем. Мы с вами сказали, что здесь можно увидеть связь, да. Почему именно литых божеств, да, с точки зрения Торы и других законов Торы, не только здесь, да, литье, обработка металла, да, она считается, ну, как тут можно сказать, образно представить, да, это соединение мысли с материей, то есть в обработку материи, да, вот эту добычу, этого металла, и плавление его, и потом придание ему формы, да, вот, и в это вкладывается очень много человеческой мысли, человеческого умения, да, вот, и поэтому здесь, как бы, нам и говорится, что именно литых божеств не делай себе. То есть опять связывается, как бы, с мыслительным миром человека, да, вот, дальше, да, когда будете приносить мирную жертву, по желанию вашему приносите ее, да, бирцон хэм, да, вот, жертву нельзя принести без желания, да, человек, который не хочет принести жертву ту или иную, или мирную жертву, а это, как часто, как многие законы Торы сразу распространяются и на другие случаи, и на случай, и на случай жертвы хатат за грех, да, когда человек приносит жертву за грех, он не может ее принести без желания, человека нельзя заставить принести жертву, правда, Рамбан, да, можно это не обсуждать, но просто иметь в виду, он делает очень хитрый ход, человек должен принести жертву в храм, он не хочет, да, вот, его нельзя заставить, Рамбан говорит, тогда его бьют до тех пор, пока он не скажет, я хочу, да, вот, можно тут и с философской зрения рассматривать этот момент и все, но давайте его просто примем по вниманию, по вниманию не будем обсуждать, пока, пока не будет, да, вот, теперь, да, теперь, теперь, теперь здесь есть еще очень, так сказать, хитрые ходы Торы, Тора нам говорит, когда будете жать жертву на вашей земле, не дожинай до конца края поля твоего и опавшего от жертвы твоей не подбирай, да, и виноградника твоего не обирай, и так далее, здесь, скажем, не будем вдаваться в подробности закона, но что мы должны представить с вами, да, здесь, здесь, опять же, все отдается на волю человека, фактически, и, как бы, подключается его внутренний мир, его желание, да, Тора ему говорит, ты должен дать что-то бедным, дать что-то бедным на краю поля, да, чтобы все видели, что ты дал бедным, вот, на краю поля, сколько ты должен дать? С точки зрения Тора, один колос. Достаточно? Один колос оставишь на краю поля, да, когда приходят мудрецы и устанавливают свои заповеди, говорят, что нет, это не один колос, ты обязан дать одну шестьдесятую, лучше одну пятьдесятую, это все правильно, но идея Торы в том, что я тебе подсказываю, но ты сам дальше решаешь, как бы, исходя из своего внутреннего мира, исходя из своего состояния и своего желания. Один колос, ну, конечно, один колос, кому он поможет, да, вот, так что ты сам должен решить, сколько ты оставишь для бедных. Вот, теперь, не крадите, да, не крадите заповедь, которая у нас появляется здесь в главе, в главе к душе. У нас же был уже. Лотикнов, не воруй, да, сколько раз можно об одном и том же, да, ты, или это напоминание, все, как бы, относительно просто. Это не крадите, который появляется в главе к души, здесь святый вукти, да, в главе, который относится ко внутреннему миру человека, да, эта заповедь не крадите, она тоже относится ко внутреннему миру человека. Не крадите, если так можно сказать, в уме, да, не то, что не пожелание того, что у ближнего твоего, этого есть в десятой заповеди также, которая была произнесена с горы Синай, да, не крадите. Здесь вот, скажем, в каком смысле, да, что когда, когда ты продаешь вещь какую-то, ты не должен обманывать, ты не должен скрывать ее недостатки, да, не продавай своему ближнему автомобиль без мотора, даже если он забыл приоткрыть капот на автомобиле, ты открой капот и скажи, я тебе продаю только внешнюю, как бы, коробку мотора здесь, допустим, может, применитивный пример, не осуждайте меня за это, но идея понятна, да, не красть в уме, не красть через обман, не красть через молчание, а не руками, не действием. Значит, руками и действием – это мы уже с вами сказали, да. Теперь мы понимаем, что тот пример, который я вам привел, и который также есть, подобное нечто есть в Туратках, они, это также не охватывает весь объем этой заповеди. Не крадите, это вообще, в принципе, не обманывайте людей в, не обманывайте людей в делах, да. Вот, да, там, скажем, там сделал более дешевую работу, взял дороже, принес, взял деньги за одну краску, потом покрасил другой. Нету этому конца. Все это попадает под прямой запрет Туры не крадите. Ну, поскольку люди обращают внимание в основном на заповеди, связанные с действием, или обращают внимание просто на само действие, то, конечно, эта заповедь не крадите, она остается незамеченной, неопределенной, и, к сожалению, каждый день в отношениях между людьми и эта заповедь нарушается, да. Чаще всего самым грубым образом, когда одно выдают за другое, когда что-то не доделывают, когда делают не ту работу и не хотят ее исправлять и так далее, все это попадает под эту заповедь не крадите, да, и она нарушается даже, когда никто никого, никто ни у кого не взял руками конкретно, никто никого не обсчитал, да, а просто или скрыл недостатки, или не доделал, да, вот такого, или выдал одно за другое, вот такого плана, скажем, да, происходит, нарушается прямая заповедь Туры. Дальше говорится, не отрекайтесь, не уйдите друг другу. Мы видим также, что это заповеди относятся к внутреннему миру человека, по-простому, опять же, второпероним, здесь говорится, не отрекайтесь, да, не отрицайте, надо было бы, наверное, перевести более правильно, говорится, что приводится, опять же, пример самый простой, это пикадон, то есть то, что было дано, то, что было дано на хранение, иногда человек что-то дает другому на хранение, за деньги, не за деньги, это подробно разбирается, гемара, какая ответственность того, кто взял на хранение за деньги, или бесплатно, и так далее, но в любом случае, да, никогда не говорите, это пример, опять же, только один пример, да, никогда не говорите, что я не брал, когда ты взял, верни то, что ты взял, на хранение, да, ты можешь сказать, я не брал, не было ничего такого, не отрицайте, да, то есть само по себе отрицание, в подобных случаях, оно является нарушением заповедей, не лгите, турак, они относят эту заповедь к деньгам, которые были даны взаймы, то есть человек может сказать, что я не брал в долг, да, опять же, не будем тут развертывать много, но то, что нам интересно, и то, что я хотел, чтобы мы с вами действительно прониклись в эту идею, то, что это также относится не к миру действия, да, вот как бы, а к миру, или по крайней мере, близко к миру мысли, и не клянитесь именем моим ложным, да, также относятся к миру мысли, потому что никто твои, никто не может проверить, когда клянуться, когда никто не может проверить, что у тебя делается в голове, что ты знаешь о том, что было на самом деле, да, вот, и дальше, да, интересный момент, не злословь глухого, да, и понятно, что засловить или говорить плохое, плохое за спиной, о ком-то, понятно, что это относится к запрету Торы, но почему же Тора дает в данном случае такую посылку, да, она говорит, да, это наносит вред твоей душе, глухой не слышит, да, упаси Бог, если кто-то есть глухой, чтобы все были здоровы, чтобы у всех был прекрасный слух, но есть кто, если есть, представьте себе, что есть человек глухой, ты сидишь, говоришь что-то перед ним, да, или прямо перед его лицом рассказываешь что-то о нем, он не понимает, он не слышит, да, вроде бы ты ничего не сделал плохого для него, да, ему никто потом не расскажет, да, ты наносишь ущерб своей душе, да, и перед слепым не клади преткновение, да, то же самое, да, он споткнется, он не знает, кто ему положил перед ним этот преткновение, вот, альтосимных швалифней и вверх, как всегда, эта заповедь распространяется, она не остается в таком, скажем, замкнутом виде, как вот есть человек, который не видит, попасит Бог, ему положили что-то, положили ему что-то перед ним, он споткнулся, не только об этом речь идет, речь идет о любой ситуации, когда человек чего-то не знает, а ты ему советуешь, или ты ему, ты ему помогаешь сделать что-то плохое, или даже помогаешь нарушить заповедь Торы, когда он не знает, что, не знает, что эта заповедь может быть нарушена, расширение, что вообще нельзя помогать человеку делать какое-то действие, связанное с нарушением заповеди Торы, даже если он знает, да, вот это все выходит отсюда, не клади спотыкание перед слипой, да, вот, да, и дальше, постепенно, постепенно мы приближаемся к моменту, который мы бы могли с вами обсудить подробно, да, и вернуться здесь сперки, а вот, не ходи, саглидаты, альтелехрахиль, да, амитеха, то, что на иврите, да, здесь написано, не ходи, не ходи, саглидаты, им народе твоем, не стой, при крови, альтелехах, не стой на крови ближнего твоего, да, вот, мы могли бы с вами это пропустить, но раз уж мы затронули, давайте мы скажем, да, альтелехрахиль, это дословно, скажем, таким образом, рахиль, да, это разносчик мелких товаров, разносчик мелких товаров, он заходит в дом, и он разговаривает с хозяевами, он видит, что в этом доме делается, он идет потом в следующий дом, и все плохое, что он видел в предыдущем доме, он рассказывает там, куда он пришел, это очень часто помогает ему сбить товар, он устанавливает такие доверительные отношения со своим покупателем, вот, и который наверняка там не любит соседа, или обиженность соседа, или этот рахиль разносчик, он чувствует, что вот есть здесь некоторое напряжение между людьми, так он уже выкладывает все, что он заметил, это называется, не ходи с облидатаем в народе твоем, и не стой на крови ближнего твоего, это опять же очень широкая заповедь, которая предполагает, что человеку нужно возвращать все, что у него пропало, в том числе и здоровье, и, конечно, помогать ему, если он попал в опасную ситуацию, влаха предполагает, что человек не должен быть где, скажем там, я даже не берусь обсуждать сейчас детали, но как идея, как общая идея, один человек не должен жертвовать жизнью для другого, однако он может поставить себя в опасное, не должен поставить себя в опасное положение, если угрожает ему опасность, не стопроцентная, как бы, гибель, но опасность ему угрожает, он должен помочь своему ближнему спастись. Здесь есть очень интересный момент, который мне очень нравится, это высказывание, или, можно даже сказать, биологическое восстановление Раф Мейра Кагана, светлой памяти, который был большим мудрецом, он почему-то известен всем, как какой-то правый экстремист, желавший смерти арабам, это совершенно неверный абсолютный образ, кроме всего прочего, Медея Сторе, написавший интереснейшие статьи. Один из моментов его замечания здесь, что значит любить ближнего своего, это быть готовым рисковать ради него жизни. Очень интересное определение, мы понимаем, что он связал этот момент, не стой при крови ближнему твоего, на крови ближнему твоего, он связал с тем, что есть дальше. Не питай ненависти к брату твоему, в сердце твоем. Понятно, что это также относится к внутреннему миру, и очень важная заповедь. Опять же, не будем вдаваться в подробности, но это относится к внутреннему миру, и мы понимаем, что это очень важно, нельзя ненавидеть, и, скажем, кого-то это портит внутренний мир человека, это портит отношения между людьми, даже если в данный момент это не выражается в никаком действии. Увещивай, увещивай ближнего своего, и не понесешь за него греха, и люби ближнего своего, как самого себя. Здесь нужно отметить такой момент, что заповедь ягаптва раеха камоха. Я здесь пропускаю какие-то моменты, потому что мы не сможем все обсудить, но поверьте мне, что мы можем вот таким образом связать предложение. Непитай ненависти к брату твоему, в сердце твоем, увещивай ближнего твоего, возлюби, не понесешь за него греха, люби ближнего твоего, как самого себя. Обратите внимание, что заповедь любви, она не приходит сама по себе. Можно обсуждать, что значит, как самого себя, а может быть, или можно перевести, как ближний, который похож на тебя. Все это замечательно и прекрасно, но то, на что мы должны пообратить внимание, что это заповедь ущевать, что настоящая любовь к ближнему, она невозможна, если ты не переживаешь за него, когда ты видишь его недостатки, если ты не хочешь, чтобы он стал лучше, если ты не хочешь, чтобы он стал лучше, если ты не находишь правильные слова, нужные моменты, правильные слова, чтобы сказать ему о его недостатках с такой любовью, чтобы он услышал тебя. Говорят наши мудрецы, что заповедь ущевать, но самая трудная заповедь, и что в поколении Рабиакивы никто не умел принимать вот эти увещевания, выслушивать увещевания, выслушивать наставления, указания на достатки никто не умел, кроме Рабиакива. То есть мы понимаем, что здесь есть очень сложная заповедь, указывать недостатки, это есть обязанность того, кто видит эти недостатки, а тот, кому говорят, есть обязанность принять это, не испортить отношения. Вот это связано с заповедью любви, потому что просто заповедь любви, обожание, желание подражать, желание быть все время вместе, этого недостаточно. Нужно, нужно постоянно стремиться к лучшему, может быть, вместе с тем, кого ты любишь, постоянно стремиться к лучшему. И я напомню, как говорил нам Генель в Перке, а вот, что мы что-то тоже поняли в этом плане, что люби творения или люби людей, можно сказать, и приближай их к Торе. И здесь можно, скажем, выделить еще целый ряд моментов. И опять я хочу подчеркнуть, что интересно, что в Торе есть такая глава, которая обращается в основном к внутреннему миру человека и, если так можно сказать, предъявляет требования к внутреннему состоянию человека. Здесь я остановлюсь на одну секунду, а дальше можно посмотреть интересный момент, как заповедь после любви ближнего своего, преломняется в учении Раби Акиба и его ученика Бен Азай. Мы останавливаем демонстрацию, я вижу вас всех, и, пожалуйста, если есть вопросы, я готов с вами обсудить. И, пожалуйста, можно открыть микрофон и задать вопрос у кого есть на то желание. Рабзей, здравствуйте. Добрый день. Хотел задать вот какой вопрос. Вот очень частая жизненная ситуация. Встречаешь на улице человека, который просит деньги, который вроде бы нищий, и на всякий случай даешь ему эти деньги, но при этом есть сомнения, а вдруг это жулик, вдруг он на самом деле не нищий, а просто притворяется. Мы с вами перешли к практической галахе. Я постараюсь ответить, но все-таки я попросил вас обратить внимание, что мы занимались несколькими вот такими конкретными практическими вопросами, чтобы это у нас не ушло и не убежало. Хорошо? Теперь в данном случае здесь все как бы дается на оценку на оценку человека. невозможно расписать шелуха на руки все конкретные случаи, невозможно даже составить программу или представить себе такой телефон с аппликацией, когда ты направил на человека, и он тебе выдает, скажем, его характеристику, еще лучше, он нашел его где-то в интернете, и ты смотришь, что здесь у тебя в переходе подземном сидит какой-то миллиардер, потому что у него такое хобби. Все это невозможно, и есть заповеди, которые отдаются в руку человека. Заповеди сдаки, опять же, вопреки ошибочному распространенному мнению, она не заключается в том, чтобы дать деньги. Она заключается в том, чтобы с имеющимися у тебя средствами, может быть, деньгами, может быть, силами твоими, сделать максимально хорошо. Сделать максимально хорошо. Как сделать максимально хорошо? А это уж ты сообрази сам. Это уж ты сообрази сам. Это, скажем, одна посылка. Поэтому, скажем, есть градации, скажем, на что стоит давать деньги. Может быть, в первую очередь на бедных, которые в твоем городе, на изучение Торы. Это моменты, приоритеты, которые стоят выше всего выкупленных. и так далее. Но идея общая это сделать максимально хорошо и увидеть ту проблему, которая есть. И там постараться закрыть эту брешью. Если на изучение Торы есть достаточно денег, достаточно людей жертвовать, а кто-то остался без внимания, без какой-то необходимой одежды, еды или возможности заплатить за квартиру, то, конечно, лучше помоги ему. Увидеть, тебе нужно найти проблему и помочь ему. Теперь это общая идея. Теперь ситуация, в которой вы говорите. Есть человек сидит, просит минуста. Я не знаю, кто там еврей, не еврей, там, скажем, это еще отдельный вопрос, но не будем вдаваться в эти подробности, человек просит милости. Что делать? Правило такое, что дать немного, минимум, чтобы не было обид. Чтобы не было обид. Это тоже не всегда обязательно, потому что вы должны сообразить по ситуации, вы где-то проходите, кто-то сидит, я не знаю, общая идея, не требование, общая идея, дать немного, чтобы не было обид, и как правило, как правило, человеку незнакомый не дают много. Опять же, это не запрет. Но допустим, у тебя есть подозрение, всегда есть подозрение, и в таком случае, и в том случае, когда кто-то приходит просить домой деньги или что-то, у тебя всегда есть подозрение, что здесь есть определенный момент жульничества, что человеку не нуждается, он просто хочет выманить у тебя деньги. Этот момент присутствует. Что можно сказать о законе? Опять же, нужно постараться сделать максимально хорошо, направить эти деньги там, где они более всего нужны. Но если ты ошибся, и это тоже нужно принимать внимание, если ты ошибся, ты не совершил преступления, наоборот, ты совершил заповедь, ты не рентген, ты не видишь, что этого человека в душе делается, ты не видишь его банковский счет и так далее, ты не рентген, ты вот здесь на месте, ты производишь оценку, должен поступить максимально правильно, то есть, чтобы в мир привести максимальное добро, если ты ошибся, значит, ошибся, как бы, с точки зрения небес, все пошло тебе на пользу, ты постарался сделать, это, по-моему, очень понятно, то есть, ты постарался сделать благое дело, ты, там, переступил через себя, ты подумал, что он болен, действительно, там, что-то, его надо выручить, да, и вот ты ему дал деньги, а потом оказалось, что он не болен, то, что касается тебя, ты исполнил заповедь, и ты поднялся выше в духовный мир, это то, что можно, то, что можно сказать, да, то, что можно здесь себе представить, конечно. Спасибо. Есть что-то, что еще можно, что еще хочется спросить? Если нет, у нас есть следующая тема или продолжение этой темы, мне неудобно как-то считать нас трех, с одной стороны, с другой стороны, немножко жалко времени, хорошо, тогда, если что-то будет, пожалуйста, можно по ходу, можете прежать, меня, пожалуйста, нет возражений. мы с вами постараемся взять из Киркея вот, и отталкиваясь от этого, постараемся понять Рабиакива и Веназая их разные отношения, их разные отношения к одной и той же заповеди. Одну секунду, мне для этого нужно поднять текст, вот, и мы с вами хорошо, да, мы давайте от этого оттопимся. Вот в том же Турат-Коганим, который мы сегодня упоминали, совершенно неожиданно возник и возникает спор между Рабиакива и его учеником Беназаем и спор тоже сам по себе, я бы сказал неожиданно. Рабиакива говорит известную фразу «возлюби ближнего своего, как самого себя», это самое общее правило в Туре. Ну, мы можем как-то понять, мы привыкли к этому, что это очень центральный момент, любить ближнего, как мы понимаем, от этого зависит исполнение заповедей, связывающих человека и человека, потому что невозможно их исполнять с ненавистью, эти заповеди, только с любовью, и в этом плане это общее правило Туры. Другой момент, который подчеркивают, говорят, что Тора состоит из заповедей, которые связывают человека и человека, и заповедей, которые связывают человека и его ближнего, и Раби Акимов все объединил это в один момент, связал это как бы в один кубок. А возлюбив ближнего своего, он говорит, это самое общее правило Торы, то есть оно включает все, в том числе и заповеди, которые связывают человека и человека, и заповеди, которые связывают человека и Всевышнего. Для того, чтобы это понять, мы можем представить себе то, что говорится в трактате «Броход», и, может быть, то, что мы когда-нибудь с вами затрагивали на наших занятиях, говорится, что человек, который не произносит богословения, он грабит и сыновей Израиля, и грабит Всевышнего. Как это понять? Что значит грабить сыновей Израиля? Тем более, как понять, что он грабит Всевышнего, как можно Всевышнего ограбить? Идея такова, что для того, чтобы дать в мир благо, должно быть понимание человека, должно быть его молитва, должна быть его готовность воспринять это благо. Должно быть понимание, что благо далеко не всегда, или, скажем, если так можно сказать, не все благо лежит на материальном уровне, и есть духовная составляющая. Для того, чтобы все это как бы воплотилось, сыграло свою роль, человек говорит благословение. Он и благодарен Всевышнему за то, что он создал, допустим, вот этот плод. Он и благодарен за то, что он ему дал этот плод, и он понимает, что Всевышний создал этот плод и дал этот плод. И он понимает, и он как бы включает, скажем, вот этот плод в духовную сферу. Он не просто ест его, он его связал с идеей Всевышнего, с идеей творения мира. Теперь он ест этот плод, и тогда благословение приходит не только ему, но и приходит всему обществу Израиля. А если нет, то Всевышний как бы не может дать благо в мир, если он ест это, допустим, условно говоря, яблоко, и ничего не понимает в духовном плане, и забыл про Всевышнего. Всевышний не может дать раскрыть настоящее благо в этом мире. По принципу, насильно мил не будешь, или просто нету как бы того сосуда, в которое можно это благо выплеснуть. Таким образом, он грабит Всевышнего. Почему? Потому что желание Всевышнего дать благо. Желание Всевышнего дать благо. Всевышний, если так можно сказать, по правилам игры, которые установлены в мире, он не может дать это благо в мире. В данном случае, он ограбил Всевышнего, и он ограбил Кнессет Исраиль, и ограбил общество Израиля. Таким образом, мы можем представить себе, что заповеди, которые связывают человека и человека, или заповедь, которые связывают человека Всевышнего, как благословение. Вроде бы, это мой долг по отношению ко Всевышнему. Вот эта заповедь, она обретает и такую плоскость, или такое измерение, что эта заповедь – моя обязанность по отношению к людям тоже. Не только по отношению ко Всевышнему, но и по отношению к людям. И мы можем представить себе, что та обязанность по отношению к людям, которую я исполняю, она также является обязанностью по отношению ко Всевышнему. В некоторых случаях это проявляется явно, скажем, человек украл, он отрицал, что он украл, был пойман с поличным через свидетелей, он должен принести, он должен вернуть двойную долю. Почему двойную долю? Потому что его преступления и против человека, и против Всевышнего. Воровство, скажем, в чем его, скажем, двойная, так сказать, отрицательная сторона, или вторая отрицательная сторона, в том, что человек не только нанес вред своему ближнему, но он привнес еще в мир идею, волей или неволей, хотя он этого не хотел, идею о том, что Всевышний не все видит. Поэтому воровство считается преступлением и против человека, и против Всевышнего. И так, в целом, в ряде моментов Тора этого являет радиоакива, взял и как бы обобщил весь этот момент. То, что ты любишь Всевышнего, это твоя любовь к ближнему, а то, что ты любишь ближнего, это твоя любовь к Всевышнему. Взял и обобщил в один момент. Неожиданно. Бен Азай возражает радиоакива. Мы, как правило, этот момент не затрагиваем, не обращаем на него внимания. Его сложно объяснить, мы с вами попробуем это сделать, но как бы он остается таким закрытым моментом, или кажется неважным. Но факт то, что мнение радиоакива – это не единственное мнение. Бен Азай о том, что является наиболее общим правилом в Торе. Бен Азай говорит так, вот книга родословной Адама, это еще более общее правило Торы, говорит он также, в Торад Куганим, в комментариях на главу к Душим, которой мы занимаемся. А возражает радиоакива, говорит, есть еще более общее правило Торы. Здесь хитрость заключается в том, что в наших текстах, таких как Демара, Сифри и Сифра, то есть Медрашим, приводится начало цитаты, она не имеет значения. Значение имеет конец цитаты. И нам бы тут же должны были подумать о конце цитаты, и так делали люди, но, к сожалению, у нас сегодня в голове нету всей Торы на память, и мы часто забываем конец цитаты и бьемся над началом, которое не имеет никакого отношения к разговору, оно только указывает на конец цитаты. И вот книга родословная Адама. Ну и что, что родословная Адама? А дело в том, что продолжение цитаты там. «В день, когда сотворил всесильный Адама, по подобию всесильного сделал его». То есть Бен Азай говорит, да, что любовь – это хорошо, любовь – это правильно, любовь – это очень центральный момент в Торе, но есть более центральный момент. Это то, что Адам – человек, он создан по подобию всесильного. Как это понять, да, как это представить себе, о чем они спорят, да, можно сказать, конечно, что Адам, как некоторые комментаторы говорят, что Адам – это все люди, да, а вот когда говорится в ближнего своего, это имеется только в виду сыновей Израиля. Можно это сказать, но это еще не объясняет многого. Дело в том, да, дело в том, что, забегая вперед, Раби Акива подчеркивает внутренний мир человека, да, а Бен Азай подчеркивает исполнение заповедей. Давайте мы постараемся доказать сначала, что с Бен Азайом это действительно так, да, и мы вспомним то, что он говорит, мы вспомним то, что он говорит, как я вот, он говорит так, да, «Беги исполнять заповедь, имеющую в твоих глазах небольшое значение, да, так же, как и заповедь, которая важна в твоих глазах, да, то есть, митцва кала, кехамула, да, на иврите легкую заповедь и тяжелую заповедь, или значимую заповедь, менее значимую заповедь, более значимую». Беги исполняй их, да, и устраняйся от преступлений, да, ибо исполнение заповедей приводит к исполнению другой заповеди, а преступление приводит еще к одному преступлению, да. Вот здесь нужно сказать, что Бен Азай говорит еще, что, возможно, я пропустил здесь, когда выписывал, он говорит, почему надо исполнять легкую заповедь, так же, как и трудную заповедь, или малозначимую, как значимую заповедь, потому что ты не знаешь награды за заповедь, да, какая награда может быть за заповедь, которую ты не видишь, значимую, и какая награда может быть за заповедь, которую ты видишь, значимую, ты не знаешь, ты не понимаешь, поэтому любую заповедь беги исполнять, да. Бен Азай скажет нам в трактате «К души», может быть, тоже стою выпускать, я вот сейчас вспомню еще его одно высказывание, да, что будь, будь как лань быстрым, беги исполнять заповеди, беги исполнять заповеди, да, будь отважным, как лев, исполняя заповеди, это также Бен Азай, да, то есть он подчеркивает исполнение, подчеркивает исполнение заповедей, да, вот, теперь, что нам скажет еще Бен Азай, да, он нам скажет, что ради исполнения заповеди сотворен человек, это также в трактате «Проход», да, «Ло неврао ла мазе, элла ли цавот ла зе», да, это его комментарий на конец книги Когелет, также приводится в трактате «Проход», да, мир не создан ни для чего другого, а только для того, чтобы приказать вот этому, то есть Адаму, да, когда Когелет говорит «Эт митсватав шмор, зе коля Адам», на заповеди его «Сов давара коль нишма, эт митсватав шмор, ки зе коля Адам», исполняя его заповеди, потому что это весь человек, мудрецы говорят по-разному, Бен Азай говорит, так мир сотворен для того, чтобы человек исполнял заповеди, да. Наверное, как мы можем догадаться, что смысл заповеди в том, чтобы было человеку хорошо, но он подчеркивает Бен Азай, да, то, что заповеди непонятны, в любом случае само действие, оно дает, оно является какой-то целью, оно дает преимущество человеку, само заключается в самом действии, да. Посмотрим, что говорит Раби Акива. Можем представить себе, что Раби Акива, он был человеком несколько другим, непохожим, вот, скажем, на то, что мы слышим у Бен Азая. Он стремился к глубокому заповеди, он стремился к постижению глубокого смысла заповедей. О нем говорится, что он из кончика ют вытаскивал десятки тысяч белоходов. Понятно, что это образ, но, как мы опять же с вами, наверное, говорили, можем представить с вами букву ют, и можем представить у нее кончик наверху, которая указывает, что, как бы, если ют – это первая точка, что этот кончик указывает на то, что вот что-то было до этой первой точки, а что там было? Бесконечность. И вот, значит, Раби Акива искал глубочайший смысл, связь с бесконечностью. Когда он говорил о заповеде, он, как бы, приходил к этой первой точке и старался ее связать с бесконечностью, с тем, что было до нее, с тем началом, которое было до начала, он старался связать все моменты, и мы сразу можем понять, что Раби Акива всегда искал внутренний смысл заповеди. Вот это было важно для него. Давайте посмотрим, как мы можем раскрыть… Сейчас, секунду. Вот у нас этот ковец уже был, мы его более-менее рассмотрели. Давайте мы возьмем, что у нас… Не понимаю. Секунду, секунду, одна секунду. Вот. Это Perky, это PerkyAWAND. То, что говорит Раби Акива. Да, Раби Акива говорит так. Он говорил, в смысле Раби Акива, любим человек, созданный по образу. Вроде бы он возвращается к… Вроде бы он возвращается к Беназай. Что любовь, да, она связана с образом человека. А Пеназай понимает образ человека, образ и его подобие Всевышнего. Он понимает, как в исполнении заповеди, через это, через его действия, через движение, как бы, скажем, человека, да, проявляется подобие Всевышнему, когда это движение превращается в то, то, что ему заповедано, то, что он должен делать. В этом проявляется образ. Вроде бы, Раби Акива возвращается сюда. Но нет. Любим человек, созданный по образу, чрезмерная любовь, оказанная ему, она не оказана, здесь переводено, надо было бы сказано, о чрезмерной любви сказано ему, то есть сообщено ему, что он создан по образу, как сказано, да, чрезмерная любовь в том, что он создан по образу, да, по образу Бога создал он человек. В Торе сказано, не только человек создан по образу Бога, но ему еще сказано, в этом есть любовь к человеку. Вдруг он пересекается с Беназай, да, посмотрим. Нет, Рабякива не останавливается на этом, он продолжает. Любимые сыновья Израиля, названные сынами Бога, дополнительная любовь, можем так перевести, сообщена им, так как они названы сынами Бога, им это сказано. Как сказано, сыны, вы Богу всесильному вашему. Мы видим, что Рабякива вводит понятие сыновья. Не только человек, не только образ, не только по образу и подобию есть понятие сына. А образ и подобие не включает понятие сына, по Рабякива нет. Это что-то дополнительное. И это относится именно к сыновьям Израиля. Любимые сыны Израиля, вы данным драгоценный инструмент, продолжает Рабякива, его чрезмерно оказаны им тем, что данным драгоценный инструмент, которым сотворен мир, как сказано. Потому что я передал вам добрые, добрые учения, не оставляйте заповеди, не оставляйте заповеди мои. И, конечно, может быть, здесь это не проявляется сразу, но, в принципе, мы с вами догадываемся, что если бы Назай останавливается на внешнем уровне на соблюдении заповедей, и, в принципе, он не разделяет в этом плане, как бы глобально, он не разделяет между сыновьями Израиля и не сыновьями Израиля, Адам. Он возвращается туда, к творению Адама, ему заповедано. Если это семь заповедей Новых, а хорошо, значит, это семь заповедей Новых, и все остальное само по себе, как бы препроводается и включается. Мир создан для того, чтобы Адам исполнял эти заповеди. Раби Акива идет, смотрит на вещи несколько иначе. Он выделяет внутренний мир человека. Почему внутренний мир человека? Он выделяет, да, потому что разница между просто человеком, между образом для раби Акива, что образ, да, образ, то есть, да, то есть, как мы понимаем, что образ – это действие в мире, подобное тому действию, которое производит Всевышний, да, подобное. Не то, не точно, а подобное тому действие – это есть заповедь, да, это есть образ, да. Кроме этого, есть еще что-то для раби Акива, то, что нету Беназай, у него есть сыновья. Понятно, что сыновья отличаются тем, что есть глубокая внутренняя связь с отцом, не только через действие, но через понимание, да, через понимание глубокой, высокой, как бы, сущности Всевышнего. Ну, насколько это можно постичь, насколько это можно понять, там, допустим, там, скажем, это не так важно, но есть связь с сущностной стороной, да, и через эту дополнительную любовь, не только через внешнее действие, но через понимание, есть любовь дополнительная, да, вот. Вот, и об этом говорит раби Акива, да, и вот мы, надеюсь, что мы с вами затронули Перкеавод, то, что говорит раби Акива, и Перкеавод, то, что говорит Беназай, да, и немножко поняли, и то, что говорит раби Акива, Авторат Каваним, и Беназай, или другое название, такие где-то сифры, да, вот, то, что они говорят там, ну, надеюсь, что мы попытались с вами связать, да, эти моменты, вот. И мы с вами видели главу к душим, которая предъявляет требования к внутреннему миру человека, да, и формирование, так можно сказать, этого внутреннего мира, работу над этим, внутреннего мира, ставит как цель, ставит как цель, ставит на первое место, да, и мы видим раби Акива, который берет как наиболее общее правило, да, Торы в изубью ближнего, ближнего своего себя, подчеркивает ближнего, выделяет момент сыновья Израиля, и Беназай, да, который, как бы, если так можно сказать, да, идет, мы понимаем, что мудрецы, они, в общем-то, их спор не в том, что правильно, а что неправильно, их спор в том, где поставить акцент. Для Беназая главный акцент – это Адам, это сотворение мира, это то, что говорится в Кагеле, да, что, как он понимает Беназай, что мир сотворен для того, чтобы человек, Адам, соблюдал заповеди, да, раби Акива берет несколько другой класс, ставит акцент на внутреннем мире человека, выделяет понятие сын, да, и выделяет заповедь возлюби ближнего своего, да, ограничивая это, как бы, или центральный момент, он, значит, он все остальное отбрасывает, но он центральный момент концентрирует на ближнем, на том, кто соблюдает заповеди Торы, да, заповеди Торы в данный момент, в их полном объеме и так далее, это ближний, да, вот, скажем, таким образом мы можем с вами увидеть мышну, как я вот. Если получилось немножко сложно, то, пожалуйста, у нас осталось немножко время для вопросов, я вот остановлю демонстрацию, я жду ваших вопросов. Если, если нет вопросов, да, то я тогда хочу подчеркнуть, может, вы пока думаете, я еще раз хочу подчеркнуть, пусть это мне покажется навязчивым, мне кажется, это очень важным, да, вот, что, то, что трудно пощупать руками, оно выпадает из поля нашего зрения, да, и поэтому такие важнейшие моменты, как заповеди, которые относятся к внутреннему миру человека, они остаются очень часто просто незамеченными, или, по крайней мере, им не придается, им не придается достаточный вес, да, Деназай, видимо, понимая эту проблему человека, он решил не, как бы, не вводить человека в проблемы внутреннего мира, да, а оставить на уровне действия, да, праве Акиба, да, он как бы не может, так, да, он и ищет смысл заповеди, и обочайшую смысл заповеди, поэтому он выделяет два момента, да, один, это человек, создан по образу и подобию, любой человек, поэтому он любим, и есть момент, который относится к сыновьям Израиля, да, и он подчеркивает момент сыновья, сыновья всесильного, как бы, да, вот, он подчеркивает момент и концентрирует свое внимание на внутреннем мире человека, да, мой призыв, по крайней мере, не забывать о том, что есть внутренний мир, не забывать, что законы Торы не ограничиваются формальным действием, да, это относится и к евреям призыв, и к сыновьям новых, да, вот, пожалуйста, если появились какие-то вопросы, я к вашим услугам, да, вот, я вижу, что Матан пытается что-то сказать, пожалуйста, Матан. Да, пожалуйста, добрый вечер. Разве я принял такой вопрос, возвращаясь к вопросу от ЗДАКи, да, и тут есть такой момент, я не помню, где это написано, что, в принципе, запрещено давать ЗДАКу, когда человек дает ее, как бы, ради себя, так сказать, тешит свой эгоизм, окей, он дает себе в этом отчет, то есть он отдает не для того, чтобы, он не думает даже, сделать лучше и так далее, ему нравится сама идея, что в данный момент он себя чувствует богатым, богаче, чем тот, кому он дает, и это приносит ему наслаждение, это чисто воды эгоизм, и вот этот момент, он намного хуже, чем вообще не давать. Как вы прокомментируете? Мне иногда трудно сказать, откуда возникают те или иные мнения, да, иногда, как бы, ты можешь проследить какие-то ниточки связи с галактической литературой, с гемарой, иногда ты их не можешь проследить, да, потому что то, что вы говорите, если я правильно понял, да, это полностью противоречит самой идее дзнаки, да, вот. Раши в трактатике души, да, вот я приводил пример, что человек, человек дает дзнаку для того, чтобы жили его дети в этом мире, или для того, чтобы у него был будущий мир, то есть он заботится о своих детях, может быть, и о себе самом, для того, чтобы у него было продление жизни в этом мире. Ради этого он дает дзнаку, да, или для того, чтобы у него был будущий мир, да, Раши пишет, Раши пишет, Садик Гамур, это то, что пишет Раши, полный праведник, да, вот. Дальше комментаторы добавляют, что он имел в виду праведник в этой заповеди, да, то есть глобально заповедь дзнаки, да, она не зависит от того, что человеку нужно, жалко ему, не жалко ему, да, скажем, да, он тешит свое самолюбие, он не тешит свое самолюбие, дзнака есть дзнака. Другое дело, может быть, что вы имеете в виду, да, что он, давая дзнаку, унижает как-то человека, специально унижает человека, я думаю, что это редкий случай, да, подавляющее вашество людей, если они просто дают дзнаку, не думают там ни о чем, либо они дают и сострадание, и подчеркивают свое сострадание, либо они дают скрытому образу дзнаку, но можно представить себе, что человек хочет унизить другого и дает ему дзнаку. В этом случае только можно сказать то, что вы говорите, что дзнака не является дзнакой, потому что глобально по себе дзнака, то, что мы с вами говорили, если брать понятие дзнаки глобально, это сделать хорошо. Иногда улыбнуться человеку, это называется дзнака, поддержать его, да, создать у него хорошее настроение, может быть, пошутить, не знаю, иногда, если это уместно, да, это называется тоже дзнака. То есть, как бы, идея дзнака, дзнаки, она, опять же, несколько выше, то, чего мы себе сразу представляем. Дзнака – это дать, да, вот взять и дать, да, нет, да, дзнака глобально, скажем, да, это помочь человеку создать у него более хорошее настроение, скажем, понимаем, что он находится в проблеме, ты хоть частично решил его проблему, то уже создал ему какое-то более позитивное настроение. Это дзнака. Это по-настоящему дзнака, да, поэтому, поэтому, скажем, не важно то, что я чувствую. И очень часто мне жалко денег, естественно, жалко, да, я даю, и я стараюсь сделать это по-хорошему, чтобы сделать человеку приятно и как-то нивелировать этот момент, что я даю, у меня есть, а у него нету, да, тогда этот дзнака, если же я ему даю так, что вот, понимаете, да, вот, у меня есть, а у тебя нету, и что ты ко мне пристал, и я хочу от тебя быстрее отделаться, и так далее, то есть я его унижаю, фактически упаси Бог, тогда это нет дзнака, тогда никакой заповеди не произошло, да, именно это я имею в виду, вы говорите сделать лучше, лучше кому? Себе, правильно? Настоящая дзака, да, сделать резулат, то есть другому, да, но об этом не идет речь. Нет? Нет? Да, да, подождите, Все, что вы сказали, все понятно, я просто хочу задать вопрос более стандартной ситуации, окей, всем известно, что большинство технищих, которые стоят в метро, я не знаю, еще где-то там на перекрестках, я знаю, в Тель-Авиве, это профессиональные попрошайки, окей, которые работают профессионально, это их работа, окей, все это прекрасно знают, и когда дают сдайку, то руководствуются чувством именно тем, что они заранее знают, то есть делают это, чтобы как-то потрафить своему эго, вот я вот такой вот хороший, вот у меня есть возможность, я вот тебе вот дарю. Не трудно, да, я понимаю то, что вы говорите, не трудно сказать, вот что значит потрафить своему эго, эго, но в таком случае, если ты знаешь, что это попрошайка, если он пристал к тебе, то это то, что мы говорили, нужно дать ему немного, для того, чтобы не возникло отрицательных эмоций, отрицательной ситуации, чтобы он не стал тебе что-то говорить, и это не превратилось бы в воскресенье имени Всевышнего, да, нужно сгладить этот момент, опять же, я не говорю всегда, ситуации разные, но идея она такова, да, да, в этом случае вы правы, да, есть человек, который дает, чтобы потрафить своему эго, и он знает, что другому человеку не нужно, я не знаю, что как тут сказать, это для меня очень тонкий случай, да, но когда он знает, что ему не нужно, и он дает для того, чтобы не возникло неприятной ситуации, это нормально, да, это можно сказать, в этом есть ДК, если не сделать хорошо, то, по крайней мере, предотвратить неприятную ситуацию, которая может привести к свернению имени Всевышнего, да, еще момент, эти заповеди, заповеди такие, они относятся к ней новых или к евреям? очень, очень все это трудно, понимаете, сказать, как здесь, как здесь разделить, на в ней, но, в принципе, да, можно представить себе, то есть, скажем, как сказать, если пойти по формальному пути, да, то заповедь такие, она связывает еврея и еврея, да, вот, это то, что, скажем, формально, идея всех заповедей, да, она такова, да, как бы, если, я теоретически даже знаю, что человек обязан, или что он сделает по отношению ко мне то же самое, теоретически даже, у него нету денег, допустим, у него нет возможности, но теоретически я знаю, что он понимает, что он обязан, и что если бы у него была возможность, он бы сделал то же самое, я обязан помогать ему, Если нет, формально говоря, я не обязан. Сегодня в мире все перепуталось. Совершенно все перепуталось. Скажем, даже такой момент. Человек, который не про нас будет сказано, не про кого перешел в христианство. У меня нет обязанности не давать ему деньги в рост. Я могу давать ему деньги в рост. Почему? Потому что это среди христиан. Распространено. То есть тут не только то, что нас кровь связывает, скажем, происходит, может быть, родственник мой из той же семьи и так далее. Формально он перешел в ту область, перешел в ту область, скажем, где нету обязанности. Нету такой же обязанности по отношению ко мне. Моя обязанность по отношению к нему пропадает. Я опять же сто раз подчеркиваю, что я говорю о вещах формальных. Часто нужно понять формальные вещи, как бы строгую линию суда, для того, чтобы знать, как поступать в жизнь. Как реально поступать в жизни, в такой ситуации, я не очень знаю. Мне очень трудно представить себе. Так что, скажем, понятие в ней но. Для меня, честно скажу, понятие несколько новое. Для меня не совсем разработанное. Если сказать по своему пониманию, заповедь зудаки – это по отношению к любви или по отношению к ныне, но зависит от отношения с человеком, зависит от духовного развития человека, как я себе представляю. Опять же, и потом у всех разные способности. Может быть, разное духовное развитие. Но если я вижу перед собой человека, который стремится привнести благо в мир, при том он не является евреем, он, скажем, по рождению принадлежит другому народу, но он мыслит себя, но он мыслит категориями Тора и так далее. Насколько я понимаю, есть обязанность помочь ему. Безусловно, если он находится в тяжелом положении, конечно, есть обязанность помочь ему. Я бы, как сказал, с большой осторожностью, то, что связывает людей и накладывает взаимные обязанности – это стремление к добру. Это стремление к добру – это ощущение того, что он по отношению к тебе поведет себя таким же образом. Это общая идея. Не говорю, что это закон. Не говорю, что это галаха. Это общая идея в моем представлении. Если человек имеет понятие о Боге, имеет понятие о добре, есть у него какая-то связь психологическая или какая-то с еврейским народом, я думаю, что, думаю, полагаю, что есть обязанность сдать и по отношению к нему. — Равзеев, можно такой вопрос? — Да, пожалуйста. — Вот, возвращаясь к тем слайдам, что вы показывали, пытаюсь все-таки до конца понять позицию Беназая. То есть, если Рави Акива говорит, что надо в том числе понимать внутренний смысл человека, внутренний смысл заповеди, Беназая говорит, что достаточно простого исполнения. Мне видится, что это в принципе невозможно. То есть, если выполняешь какой-то заповедь, ты как минимум уже понимаешь, что у нас свыше, всевышнем. То есть, это уже подразумевает какое-то проникновение вглубь, что ли. — Вы совершенно правы. Да, и здесь, наверное, мне не удалось до конца объяснить. Еще раз хочу подчеркнуть, что спор мудрецов не о том, что нужно только это или нужно только это, а спор о том, что является приоритетным. И для Беназая приоритетным является исполнение заповедей, даже если ты ее не понимаешь. И он постоянно подчеркивает. — Стремись исполнять заповеди. Как Лань, бежит и стремит заповеди и исполняет животное. Так вот и ты стремись. Никогда не думай, какая заповедь там важнее. Ты не знаешь. Главное — исполнить заповедь. Это не значит, что он отрицает. Он отрицает, скажем, да, отрицает необходимость проникновения во внутренний смысл заповеди, понимание, что в мире есть Всевышний, и что он тебе заповедал. И очень хорошо знать внутреннее содержание заповеди, очень хорошо оточиться на ее исполнении. Но на первое место он ставит действие. В отличие от Раби Акива, который говорит, что внутренний мир человека меня интересует больше. Я ни в коем случае не отрицаю, сказал бы Раби Акива, если бы мы вот так ему излагали его теорию, он бы сказал, я бы ни в коем случае не отрицаю исполнение заповеди, действия. Как это можно? Торы нету без действия, без совершения действия. Но, если вы спросите, что мне интересно, если вы спросите, что мне интересно в человеке, мне интересен человек и его внутренний мир. Примерно так бы нам сказал Раби Акива. Да, спасибо. Так понятнее. Что-то хочется еще спросить? Хорошо. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что наш сегодняшний урок был как-то понятен на том или ином уровне. Мне представляется, это принципиальной проблемой нашего времени, не уходить от проблем внутреннего мира человека, от рассмотрения этих проблем, не сосредотачиваться только на самом действии. Мне кажется, что это то, что должно было бы быть исправлено, исправлено, ну, есть позволение, так сказать, среди людей, соблюдать их заповеди, я не берусь, обобщать, скажем, вот это создачение на внутреннем мире, создачение на смысле заповедей, работа над своим духовным миром, по крайней мере, обращать внимание, что у тебя делается внутри, кого ты любишь, кого ты не любишь, почему стараться убрать нелюбовь к хорошим людям, нет такой обязанности по отношению к истинным злодеям и так далее, то есть к откровенным злодеям и так далее, все это хотелось бы, чтобы мы на это обращали внимание. Хорошо, я на этом тогда остановлюсь, с вашего разрешения, и уже жду следующей встречи с вами, если будут какие-то пожелания по темам, присылайте, пожалуйста, потому что тему я выбираю на угад, то, что мне кажется важным, и то, что может быть интересным для вас, но если будут подсказки, я буду рад. Хорошо, всего самого доброго, я тогда прощаюсь со всеми. Спасибо, всего хорошего.